Привет ребята! Сегодня у нас какао бобы Чулуканас и мы знакомимся с этими какао бобами и пробуем их обжарить в ростере для какао бобов. Заодно проводим испытание этого ростера. Бобы Чулуканас это у нас белые фарфоровые какао бобы. В свежем виде эти бобы обладают таким очень фруктовым профилем. Немного есть табачных нот. Как видим на образце от Amazing какао. Какао бобы эти довольно чистые, крупные, красивые. Ну вот белые какао бобы это где-то каждый второй или третий боб. Также попадаются вот от такого фиолетового оттенка. Еще один фиолетовый. Еще фиолетовый боб. Степень ферментации разная. Довольно таки большое количество все-таки белых бобов. И сейчас попробуем мы их обжарить. Снимаем крышку и засыпаем какао бобы в наш ростер. Устанавливаем температуру в 120 градусов. Далее будем экспериментировать. Распределяем какао бобы и вот такая красота у нас получилась. Я употребляю какао бобы в основном в свежем виде. Ну и жареные тоже. Особенно в шоколаде мне попадаются. Включаем наш ростер. Работает лопатка перемешивающая бобы. Да, пошел нагрев. Крышка нам особо не нужна. Поэтому мы ее не пользуемся. Узнаем как изменится вкус этих ароматических кокао бобы. Очень приятный звук. Прямо перекатываются как камушки на пляже. Попробуем. Нужно пробовать, чтобы определить с этим готовностью. Пока какао бобы совсем чуть-чуть обжарились. Но уже начинает раскрываться вкус. И мы нужно предварительно прогревать все на 5 минут. А потом уже засыпать кокао бобы. Зрелище просто завораживающее. В процессе постоянного перемешивания какао бобы которые приспевают. И чуть-чуть подолстыть. И перемешаться. И равномерно обжариться. Что очень важно. Благодаря равномерному обжаренному и постоянному перемешиванию очень тонко обжаривающее пространство. То есть на такой небольшой температуре с 20 градусов какао бобы. Они очень плавно изменяют степень своей обжарки. И за счет этого можно добиваться очень тонких нюансов раскрытия вкуса какао бобы. И так прошло 20 минут. Думаю что пора уже закрывать. Мне нравится вкус который получился при не сильно обжаренных какао бобах на температуре 120 градусов. Ну и плюс сами какао бобы они еще немножко дойдут в процессе остывания. Так как обладают некоторой инерцией. Дадим какао бобам отстыть и попробуем что получилось. А также сравним насколько отличаются обжаренные какао бобы чулуканос от необжаренных. Вкус стал более мягкий с большим уклоном в шоколадность. Ну и конечно обжаренные какао бобы гораздо проще очищаются чем сырые. Думаю следующую партию какао бобов другой вид мы обжарим при большей температуре. Ну и посмотрим как изменится от этого вкус. Музыка 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 Музыка